всем привет спасибо что заглянули на мой канал очень рада всех видеть меня зовут маша и в этом видео я сняла для вас обзор однофазных гель-лаков фирмы балл ссылку на них оставить не могу так как покупала их совместных покупках из какого сайта шла закупка не знаю на одном написано шелак на втором гель-лак но по мне так нет никакой разницы и на самих этикетках с номерами написано гель-лак и на одном и на втором заказала два цветных гель-лака под номером 131 и 112 они однофазные то есть для них не нужна не база не топ в инструкции на обратной стороне написано сушить в ультрафиолетовой лампе две минуты я сушить будут гибридной лампе сам 5 по 10 секунд гель-лак без липкого слоя бутылочки по 11 миллилитров стеклянные давайте выкрасим их на типсов два слоя начнем с гель-лака номер 131 на бутылочке капли цвета темный шоколад а по факту он оказался чуть темней консистенция не совсем жидкая но и не густая почти не текучая кисть хорошей длины и плотная наносится комфортно самовыравнивается очень пигментированный цвет матовый цвет темно-коричневый но не просто коричневый а какой-то сложный цвет абсолютно не полосит первый слой уже отличный результат но нанесем еще второй слой он как и первый лег идеально ну Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На бутылочке капля цвет темно-розовый с золотым шиммером. Посмотрим, что внутри. И тут тоже по факту он розовый, но не с золотым шиммером, а с серебристым. И, к слову сказать, камера цвета передает точь-в-точь, как они на самом деле. Но цвет мне нравится, красивый. Наносится он так же комфортно, как первый гель-лак, самовыравнивается. Но вот сам шиммер создает полосатость. Перекрыл хорошо, цвет очень пигментирован. Консистенция, как и у первого гель-лака, не жидкая и не густая, не тягучая. Нанесем второй слой. Хорошо наносится и не плешивит. Мне результат нравится. Вот что у нас получилось в итоге. В два слоя, без базы и топа. Этот гель-лак подойдет тем, кто не любит возиться с множеством бутылочек. Как он будет держаться на ногтях, протестирую позже. Хотя, может, на моих ногтях будет не совсем объективно, так как у меня всегда есть остатки базы. Толщину, думаю, он особо на ногтях не создает, но укрепит все же, мне кажется, хорошо. Хорошая альтернатива обычному лаку. Если кто-то пробовал однофазный гель-лак, напишите, какой фирмы и понравился ли он вам в носке. Думаю, многим, как и мне, будет интересно узнать. А у меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, оно вам было полезным. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много чего интересного. Всем пока. До новых встреч.